Стратегия развития системы образования Алтайского края в первую очередь обусловлена теми процессами модернизации, которые активно идут на региональном уровне. Этому, конечно, способствует инновационная политика администрации края во главе с губернатором края Александром Карлиным. И здесь надо отметить несколько аспектов. Первый и самый главный аспект изменения – это кадровый аспект. Сегодня мы уже не говорим о совершенствовании финансово-экономических механизмов как основном блоке работы. Мы его успешно прошли, сегодня мы его закрепляем. Сегодня мы говорим больше о позитивной мотивации учителей к изменениям. И именно эта позитивная мотивация, готовность педагогических кадров к изменениям определяет те процессы, которые мы ведем в школе. И, безусловно, если мы говорим о роли федеральных инновационных площадок в сети, инновационной сети не только Алтайского края, но и в целом в региональной сети образования, то эта роль очень велика. Она обусловлена интеграцией этих площадок одновременно в федеральный уровень, то есть вертикаль, и одновременно возможностью вокруг этих фипов создавать целую сеть. В Алтайском крае создана сеть семи образовательных округов, которые объединяют в себя 269 базовых школ и, собственно говоря, 70 муниципальных систем образования. Фипы в этой инновационной инфраструктуре могли бы, безусловно, стать таким ядром центрообразующим, наряду с стажировочными площадками, которых у нас в крае уже больше десятка, наряду с экспериментальными школами и наряду с базовыми школами. Плюсы федеральных инновационных площадок еще и в том, что это очень серьезная экспертная поддержка, которая может быть мультиплицирована на уровне муниципалитета. Спасибо. Спасибо. Спасибо.